Итак, в прямом эфире президент России Владимир Путин. Наша редакция получила уже почти 2 миллиона 200 тысяч обращений. Чтобы выйти с ребенком погулять, нужно сначала проверить воздух в окне. Что касается экологии, значит, смотрите, вот ситуация, которая складывалась десятилетиями, она сложилась так или иначе объективно. И не в результате деятельности правительства Российской Федерации, даже новых российских властей, в широком смысле этого слова. Это, вы сами знаете, предприятия-то там десятилетиями существуют, поэтому вот они являются загрязнителями. А я два раза звонил президенту, когда вот была горячая линия. Два раза. И со мной никто не соединился, я только успевал представиться. Вот, и все, на этом дело заканчивалось. Я занимался наукой более 8 лет в области химического оружия. Я был его испытателем. Я работал с опасными веществами, когда одна тысячная миллиграмма уже вызывала смерть. Все, что здесь есть, мне досталось от моего тести, тещи, когда я приехал в Рязань после занятия этой наукой. Они мне предложили, ну, вот здесь участок есть на 15 соток. А потом я, как химик, вам говорю, честное слово, я почувствовал что-то такое непонятное. Запахи. Нет-нет, когда подует северо-восточный ветер, то здесь дышать невозможно. Потом я это узнаю. А это, кажется, завод костной муки. Я туда и съездил. Вы понимаете, я туда, можно сказать, неофициально пробрался на этот завод, как покупатель муки. И я посмотрел, что у них там творится. Это ужас. У меня волос дыбом стал. Ой, это такой неприятный запах, прям какое-то зловоние, которое невозможно терпеть. Детей много, заболевания там пошли различные. Вот, астма. И люди, естественно, возмущены. Кому-то обращались, какими-то жалобами, обращениями, запросами. Официальная какая-то переписка у вас была с властями? Вячеслав Анисимович не даст мне соврать. Это все письма, которые в последнее время писал я, а отдавал ему. Потому что он староста нашей деревни. Вот, староста деревни. Был общесоюзный дом, пансионат. Еще 30 лет назад главврач сказал, что все, запах, мы закроемся скоро. Теперь детей туда запустили. Дети-то в чем провинились? Нюхать это. До Колоса добиваются? Да, до Колоса. 5 километров Колос перекрывают. Я несколько раз ездил туда и нюхал сам вот это самое. Встречался с директором Колоса. Она говорит, бесполезно. Мы говорим, куда только они это самое. Не обращались, никому нет дел. Мы вместе, так сказать, в инициативных группах, куда только не писали, не ходили, чтобы поставили очистные сооружения. Фильтры на трубу поставили, которые улавливают эти фенолы. Но, тем не менее, частный бизнес, ему эти траты не нужны, им проще отравить людей и все. В 2015 году пришел мне ответ, что очистные сооружения будут введены в этом году. Закуплено оборудование, марки оборудования, все расписано там, все. В результате 2015 год, сейчас 2021. Там и конь не валялся, никаких очистных сооружений нет до сих пор. В Рязанской области заведено уголовное дело на руководство предприятия по утилизации биологических отходов. Следствие установило, в марте этого года на предприятии произошла авария. И руководство решило вылить отходы в ручей, впадающую в реку Рака. Мы получили четкое заключение о том, что вот эти отходы, они являются, создают существенную угрозу причинения вреда не только объектам окружающей среды, но и человекам. Я встречался с председателем Следственного комитета Рязанским. Думаю, ну, наконец-то там лед тронулся. Думаю, взяли за задницу этих предпринимателей. Однако же нет. Заплатили штраф. Уголовных дел в прокуратуре сказали, заведено много, но результата никакого нет. Просто вот заведено уголовное дело, а дальше что? А дальше ничего. С воздухом происходит, что когда он чистый, здесь просто великолепно. Но вдруг налетает такая вонь, иногда у меня бывает первое время, знаете, паника, я боялась, что это газ у меня в доме. Я металась по дому, проверяла, нет, нигде ничего, газ не выходит. Но стоит подойти ближе к выходу, к двери, окно открыть или дверь, то все сразу становится ясно. Ну, приезжаем сюда как раз из загазованного города, чтобы дышать чистым воздухом, свежим. И получается, что приходится прятаться от этих запахов, которые порой ветер приносит нам с этого завода. Ну и, конечно, боимся, что построят новые, и дышать будет совсем нечем. Направление ветра, свет, санутель завода в сторону населенного пункта, а значит, в деревне Сальково снова будет невыносимо дышать. Но волнуют жителей ненадоевший удушающий запах от сжигания трупов животных. Они узнали, что рядом с их деревней будут строить еще одно такое предприятие. Я вам золо, подошли к тому, что вы хотите мне здесь поток, вот эту еще вонючку построить. Нам достаточно здесь. Давайте мы вам место найдем в Рязанском районе. У нас отравленные реки, у нас вообще вокруг все загажено. Раньше люди и купались, и рыбала, и у нас все отравлено, и еще прибылись. Поэтому люди возмущаются. Что мы получим взамен? Это идеолог! Вы держите на чертах, и на трех багах! А теперь вот показывал этот молодой человек, я его спросил, якобы, новоиспеченный директор этого предприятия, нового якобы. Я его спросил, а что вы закончили, молодой человек? А вот ради академии. Я говорю, а какое вы отношение имеете к такому заводу? Вы понимаете, он никакого отношения не имеет. Его продвинули, кто-то туда двигает, продвигает. Директор, ну ты же вообще не в зуб, не в зуб ногой не соображаешь, что такое экология, что такое химия, что такое биологическое оружие. Вы знаете, просто думаешь, ну как же так? Хочется верить в то, что не только на словах, особенно перед выборами, всевозможные люди, которые стремятся к власти, обещают золотые гуры, и все говорят, что все для людей, все для людей. А когда доходит до дела, то мнение людей вообще просто не берется в расчет. Или знаете, как, да что там эта темная деревня, что они понимают? Знаете, прогрессу мешают.